Малала Юсуфзай была на занятиях в школе, когда узнала о присуждении Нобелевской премии мира. Она всегда хотела учиться. Именно это стремление принесло ей всемирную известность, но едва не стоило жизни. Когда талибы попытались установить в пакистанской долине Сыват нормы шариата и запретить девочкам посещать школу, Малала решила отстаивать свое право на образование. В 2009 году, в 11-летнем возрасте, она начала вести блог в интернете, в котором описывала жизнь в контролируемом талибами, родном городе и притеснении девочек и женщин. За это в 2012 году она подверглась нападению боевиков прямо в школьном автобусе. Малала получила пулевые ранения в голову и шею. Ее отправили на лечение в Великобританию, где после двух сложнейших операций ей удалось спасти жизнь и восстановить слух. За свою деятельность юная пакистанская правозащитница была удостоена целого ряда престижных международных наград. В прошлом году Европейский парламент присудил ей премию имени Сахарова за свободу мысли, а американский журнал «Тайм» включил ее в список 100 самых влиятельных людей мира. 12 июля 2013 года, в день своего 16-летия, Малала Юсуфзай выступила с речью с трибуны ООН. Это было ее первое публичное выступление после выздоровления. Один ребенок, один учитель, одна книга и одна ручка могут изменить мир. Образование — это единственное решение. Образование прежде всего. Другой лауреат Нобелевской премии мира, 60-летний индийский активист Кайло Шсатьярдхи отстаивает права детей и выступает против их трудовой эксплуатации. Он неустанно повторяет «Дети должны учиться». Снова политики говорят красивые слова, но не предлагают ресурсов. Они приходят с ноутбуками, а не с чековыми книжками. Они должны прийти с чековыми книжками и дать деньги беднейшим детям, чтобы те могли ходить в школу. Потому что школа — это единственный способ добиться обеспечения прав в этом мире. С 90-х годов Сатьярдхи возглавляет организацию «Движение в защиту детства». За это время она помогла десяткам тысяч детей. Организацией разработана программа по реабилитации и обучению детей, побывавших в рабстве. Сегодня, как считает правозащитник, мир приблизился к решению задачи по искоренению детского труда. Благодаря вниманию к этой проблеме международного сообщества и действиям отдельных личностей и общественных организаций.